7 февраля в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором был дан старт благотворительной акции «Моя первая учительница». Собранные средства направят на создание скульптуры, посвященной учителям. О том, как возникла такая замечательная идея и где будет установлен памятник, смотрите в нашем специальном репортаже. Сергей Сергеевич, а Вы сами помните своего первого учителя? Конечно, Владимир Владимирович. Мой первый учитель, учитель начальных классов, я думаю, многие помнят. Я тоже помню. Большая благодарность. Чужого Тамара Павловна была у Вас такая очень добрая, профессиональная женщина. Профессиональный педагог, очень добрая женщина. С первого класса занималась нами. Не только у президента, а, пожалуй, у каждого человека в жизни был учитель, который навсегда останется в памяти и которого мы вспоминаем с особой теплотой и благодарностью. Этот год в нашей стране объявлен годом педагога и наставника. И очень символично, что именно в 2023-м в Славянском районе планируется установить скульптуру, посвященную первому учителю. Всех учителей помню, многих. Ну, первая учительница – это была самая такая вспоминающая. Надежда Ивановна – это была Екатерина Григоровна, Васик была. Она сама Петровская, нужный памятник учителю. Конечно, конечно, я только за это, только за это. Я учителей люблю и уважаю и со всей душой. Всегда помню теплые руки первого учителя, потому что она учила нас писать первые буквы. Наверное, с первого класса патриотизм нам она прививала. Любовь к родине, любовь к природе, любовь к людям, уважение к старшим. Вообще, первый учитель – это вторая мама. А что касается памятника, я думаю, это правильное решение, потому что перелистывая старые фотографии, всегда вспоминаешь детство, вспоминаешь добрые, но справедливые, строгие глаза первого учителя. И принести цветы к памятнику, поклониться, вспомнить свою первую учительницу. Это правильно, это нужно. И, конечно, это самое-самое главное, чтобы у каждого из нас в сердце оставался наш первый любимый учитель. Скульптура «Мой первый учитель» должна стать народной. Все славянцы, кому близок этот проект, кто хочет поблагодарить своих педагогов, вспомнить каждого, кто помогал, поддерживал, учил, могут внести свой вклад в его строительство. 7 февраля в городском Доме культуры будет дан старт благотворительной акции по сбору средств. Открытие памятника запланировано в начале октября, ко Дню Учителя. Славянский районный совет ветеранов поддержал эту идею и создал фонд по сбору средств на строительство этого памятника. Я думаю, каждый уважающий себя человек должен помнить о том подвиге, который совершили наши учителя. А работа с учащимися – это настоящий подвиг. Идея установки скульптуры первому учителю вынашивалась давно. При поддержке главы Славянского района Романа Синеговского и депутата Законодательного собрания края Виктора Чернявского она начала воплощаться в жизнь. В прошлом году славянским скульптором Виктором Вайсом были сделаны три макета, которые были представлены педагогической общественности. После обсуждения проектов большинство отдало предпочтение второй модели, в которой понравилась динамика композиции, привлекли целеустремленный взгляд, доброта. Каждый нашел что-то близкое в этом образе первому учителю. Установить фигуру планируют в молодежном сквере. Там всегда многолюдно. Рядом площадь, на которой традиционно проходят парад первоклассников и выпускные вечера. Вы помните своего первого учителя? Ой, конечно, Галина Ильинична, моя первая учительница. Она была молодая, красивая, добрая, кумиром была. Казалось, что учитель – это что-то заоблачное, что-то... Боготворили учителей. Я учился в 44-й школе. Мой первый учитель – лидерская школа Ирина Михайловна. Я ее очень прекрасно помню, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Она была очень хорошим, великолепным учителем. Она очень много всего меня научила. И я благодарен ей за это. В Славянском районе, вот здесь, в сквере молодежно, планируют установить памятник первому учителю. Вы поддерживаете эту идею? Конечно, конечно. Это будет и примером, и молодежь будет стремиться поступать, может быть, в вузы, становиться педагогами. Вот, чтобы гордились своими учителями. И чтобы профессия была престижная. Да, поддерживаю. Я бы хотела, чтобы памятник этот был посвящен всем учителям. У меня такие воспоминания о наших учителях, насколько они были душевные, заботливые. Я очень благодарна нашим учителям. Я поддерживаю, потому что это очень трудная работа, с детьми работать. Вот надо, чтобы подход иметь, и нервы, и все на свете, и здоровье. Я только за. Пусть ставят, конечно. Они заслуживают эту педагогику. Созданная на народные средства скульптура первому учителю будет воплощать в себе собирательный образ всех педагогов, которые посвятили свою жизнь воспитанию детских душ. Она станет символом большого уважения и благодарности учительскому труду. Непростому и такому важному. Не только для ребенка, но и для будущего всей страны. У каждого из нас был первый учитель. Был учитель любимый. Был учитель по жизни. И мы, даже порой не сознавая того, мы повторяем их поступки. Их слова, наверное, притворяем в жизнь. Поэтому очень благодарны той общественности, тем людям, которые вышли с инициативой установить памятник учителю в нашем городе. Я обращаюсь к жителям нашего города и района, руководителям предприятий, хозяйств, чтобы активно приняли участие в этой благотворительной акции «Мой первый учитель». И внесли посильный вклад в установки памятника учителю. Я думаю, что это останется символом нашего уважения к учителю в нашем городе. Каждый из нас родом из детства. И особое место в душе занимает первый учитель. Ведь именно мамины руки передают первому учителю всю жизнь своего маленького человечка. И с этим доверием ребёнок смотрит первого учителя, и этот учитель сопровождает её потом всю жизнь. Моя первая учительница — это Бережная Зинаида Николаевна. Это настолько тёплый, настолько идеальный человек. Это вот как вторая мама для нас, для всех, для всего класса была. И вот такое решение о создании памятника первому учителю — это просто, мне кажется, потребность каждого человека. И я думаю, что каждый человек поучаствует в создании этого памятника, потому что частичка души и какая-то материальная частичка будет от каждого из нас в этом памятник. Я полностью поддерживаю это решение, и это здорово, что у нас в городе будет такой памятник. Славянский район гордится своими педагогами. И каждый учитель достоин того, чтобы о нём помнили. Под звуки вальса плавные, мы вспомним годы славные, Любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, Учительница первая моя. Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, Как мать не забываю, сыновья. Ты, юность наша вечная, простая и сердечная, Учительница первая моя. Расчётный счёт по сбору средств на строительство скульптуры. Мой первый учитель вы сейчас видите на экране. Перечислить деньги можно и с помощью QR-кода. Для этого нужно отсканировать его в мобильном приложении банка и ввести сумму. Благодарим всех за активное участие в акции «Мой первый учитель».